А вот те, которые уверовали. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, создав человека, поселив его на земле, дал ему ясное руководство и дал ему свободу жизни на земле. Всевышний Аллах предостерег человека от грехов, которые пагубны. И если мы увидим, после создания человека, и после того, как он был поселен на земле, одним из первых грехов, который появился на земле, это было убийство. Когда два сына Адама, алейхиссалям, два родных брата, один убил другого, Кабиль убил Хабиля, из-за ревности, из-за зависти. Первый грех, который произошел на земле по отношению к человеку, это убийство и пролитие крови. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, говорит, что Всевышний Аллах предписал Бану Исраиль. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, не спасал это в предыдущих писаниях, в Торе, Псалтире, Евангелии, в Куране, о том, что убийство человека не по праву является величайшим и тяжким грехом. И настолько он тяжкий, что Всевышний Аллах сказал, тот, кто убьет душу, то подобно, как будто бы он убил все человечество. А тот, кто воскресил или оживил душу, то подобно тому, как будто бы он оживил все человечество. Посланник Аллаха, Салаллаху Алихи Ва Салям, будучи пророком, будучи проведя множество битв и войн в защите своей чести, религии, жизни и земли, он убил всего лишь одного человека. Всего лишь одного человека и то, когда он приблизился к нему настолько близко, что желал убить пророка Мухаммада, Салаллаху Алихи Ва Та'Аля. Пророки, посланники, праведники всегда избегали этого тяжкого греха, ведь этот грех настолько тяжкий, что Всевышний Аллах, Субханаху Алихи Ва Та'Аля, не простит его человеку до тех пор, пока убитый не простит. Об этом свидетельствуют слова посланника Аллаха, Салаллаху Алихи Ва Салям, в котором он говорит, Верующий будет находиться в состоянии веры благополучной, либо же его вера будет правдивой до тех пор, пока он не убьет человека. Но если он убил человека, то тогда на его совести зависает грех, который Аллах, Субханаху Алихи Ва Та'Аля, не простит человеку, пока не простит ему тот, кто был убитый. Аллах, Субханаху Алихи Ва Та'Аля, говорит, тот же, кто убьет верующего намеренно, то его наказание следующее. Аллах разгневался на него, Аллах проклял его, и Аллах его ведет в мучение ада навечно. Мы сейчас переживаем тот период времени, когда смута и тирания, которая постигла нас со стороны России, она уже затронула и молчащих, и нежелающих, несоглашающихся, она постигла всех. Объявив всеобщую мобилизацию, Россия подтолкнула все человечество, вернее, всех своих граждан к поступкам и грехам, которые они не желают совершать, и это стало нечто обязательным. Эта война раньше затрагивала только нас, и люди видели ее с экранов телевизора. Но сегодня она постучала в дверь каждому, и каждый понял, что такое на самом деле, оказывается, война. Мы предостерегали мусульман и призывали муфтиев России и имамов России к тому, чтобы они боялись Аллаха, к тому, чтобы они не толкали людей и не призывали их идти на преступления, идти убивать невинных людей и убивать своих братьев-мусульман. Но, ведь они это делали, они призывали к этому. Сегодня пришло время, когда и без них уже всех заставляют это делать. И они все равно не успокаиваются, и ты видишь, как эти имамы зла продолжают призывать людей к тому, чтобы они отдавали честь своей родине. Посланник Аллаха сказал, что придут времена, и он предупреждал о временах смут, когда человек не сможет определить правду от лжи и черное от белого. Посланник Аллаха говорил о том, что придут времена, и это признак судного дня, когда правдивого человека будут обвинять во лжи, и все будут этому верить. И лжеца, и лжец будет считаться правдивым, и будут люди этому верить. Вот оно, это время и пришло, когда люди не могут определить, где правда, а где ложь. Сегодня нет оправданий ни у кого. Оправдания ни у добровольца, ни мобилизированного. Тот, кого мобилизировали, у него нет оправданий перед Аллахом, даже если он принужден. Иджма, единогласное мнение ученых в том, что человек по принуждению не имеет права отнять жизнь у другого. Даже если под угрозой своей собственной личной жизни он не имеет права убить другого. И в этом контексте явным примером является пророк Юсуф, алейхиссалям. Вспомните историю Юсуфа, когда его пожелало соблазнить госпожа из знатного рода и супруга господина. Юсуф, алейхиссалям, выбрал одиночество, выбрал тюрьму. Выбрал лишение своей свободы, нежели он совершит грех, это прелюбодеяние, тяжкий грех. Но убийство, оно намного тяжелее на весах у Аллаха из грехов, нежели прелюбодеяние. Ведь за прелюбодеяние Всевышний Аллах простит человека, если он раскается. За убийство, даже если он был принужден Аллах не простить человека до тех пор, пока не простит его человек, убитый. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе. Первое, первое в судный день, за что будут люди рассчитываться и отчитываться, это убийство. Убийца будет нести ответ за свое преступление. И убитый будет спрошен, почему он был убит. И каждый не по праву убитый, он будет говорить, о Аллах, меня убили. Аллах, субханаху ата'алла, говорит даже о том младенце, который был заживо похоронен или закопан. Аллах, говорит, И в тот день новорожденные будут спрошены, за какой грех они были убиты. Судный день – это день справедливости, день расчета. Это день возможность высказаться каждому, который не смог в свою защиту в этом мире что-то сказать. Когда приходит убийца, особенно в виде военного, который не знает границы, он чувствует свою вседозволенность и убивает человека направо и налево, и не замечая, это ребенок, женщина, старик или просто обычный гражданский человек. Одним из самых тяжких грехов после многобожия является убийство. И сегодня мусульмане, множество мусульман, после объявления этой мобилизации, пишут и спрашивают следующие вопросы. Это касается наших братьев из Крыма. Хочу обратить внимание на следующее, что испытания, которые Аллах, субханаху ата'аля, посылают нам, мусульманам, нашему народу, крымским татарам. Они тяжкие. Но преодолеет их тот, кто всегда находится с Аллахом и тот, кто взывает часто к Аллаху. Восемь лет назад им навязали и натянули эти паспорта на головы. Они не желали, они эти восемь лет жили, как в тюрьме, и не желали жить. Они жили, когда же они станут свободными. Но нет, сегодня пришли им и навязали эти повестки на головы. Вчера мусульман около 60-50 с одного селения собирают и отправляют в военкоматы, оттуда на убой. Мусульмане спрашивают, что нам делать. Мусульмане Крыма. Я обращаюсь в частности к мусульманам Крыма, а затем ко всем мусульманам России, которые не желают участвовать в этой войне. Которых принуждают к этой войне. Первое и самое главное. Просите у Аллаха защиты от зла этих тиранов. И слова посланника Аллаха, в которых он говорил, О Аллах, защити меня от их зла, как пожелаешь. Первое, делайте дуа. Не впадайте в панику. Второе, затем ищите различные пути. Уезжайте с этой страны, уезжайте из этих регионов. И ни в коем случае не получайте повестки в рук. Как в хадисе посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, упомянул, Человеку лучше стать одиноким далеко в горах, нежели быть участником смуты. Это то время. Лучше остаться одиноким и уйти далеко в горы, в леса, куда угодно. Уехать в другие регионы, в другие страны. Но это следует сделать, и это по мере возможности человека, для него фар. Потому что он будет принужден, и он знает это. Второе, если даже он получил повестку, пусть он ее порвет прямо на глазах, И будет лучше посажен в тюрьму. И выберет для себя этот путь, нежели убийство. Будьте подобны Юсуфу, алейхи вассалям, который сказал, О, Аллах, для меня тюрьма милее, нежели то, к чему они меня призывают. Сердца ваших матерей будут спокойнее. Да, они будут встревожены, но вы будете жить и будете здоровы. И, иншаллах, ваше освобождение будет скоро. Ведь эта тирания закончится скоро, по воле Аллаха. И третье, если так случилось, что вы оказались в этих рядах, сдавайтесь в плен. Находите различные пути, сдаться в плен, вы останетесь, иншаллах, живы. И ваши права сохранятся. Вы окажетесь на свободной земле. Но если вы этого не сможете сделать, то я знаю, куда вам следует стрелять. Я думаю, вы сами понимаете. Пусть их спины будут дрявыми, чтобы они знали и несли символ позора быть убитыми сзади. Подобно тому, кто убегает с поля боя. Вот те, которые уверовали, это смута. И эти тяжелые времена коснулись нас сегодня здесь. Наших братьев в Крыму. Наших братьев везде, которые были солидарны с нами, делали дуа за нас. Переживали за нас, помогали нам. Сегодня они оказались среди тех, которых принуждает участвовать в войне. Но человек всегда может остаться личностью и свободным. Никакое принуждение не может заставить его переступить через жизнь другого. И он, каждый для себя, должен это осознать. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, не спосылает эти испытания для нас, которые нам по силам. Знайте эти испытания нам по силам. Только должно быть крепкое упование на Аллаха и стойкость. Мусульмане пишут и спрашивают, можно ли не посещать джума-намаз? Потому что большая вероятность того, что будут ожидать у мечети и раздавать повестки. Если реальность такова, то лучше находитесь в ваших домах. Или собирайтесь в ваших домах и молитесь, совершайте джума-дома, собрав небольшое количество от трех и более. Но не посещайте даже мечети. Не посещайте любые собрания, в которые могут вам принести эти повестки. А мы только делаем дуа за вас. И надеемся, что Аллах даст нам скорейшие победы. И каждый тиран вкусит то, что уготовили его руки. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, говорит, поистине после трудности приходит облегчение. После каждой трудности приходит облегчение. И оно обязательно придет. Но каждый мусульманин, он должен быть стойким. И обращаюсь к матерям всех мусульман. Не молчите. Ваши слезы, когда заберут ваших сыновей, не помогут ничем. Протестуйте, выходите, сжигайте. Молодежь, сжигайте эти военкоматы. Создавайте бунты и пучи. Ведь это намного легче, нежели вас отправят мясом умирать в окопах и на земле, которую вы любите. В которой вы жили. И вас отправляют и заставляют убивать своих же братьев. Клянусь Аллахом, мы живем во времена смуты. Пусть Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, убережет нас от зла этой тирании. И пусть Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, уничтожит этих тиранов в ближайшее время и даст нам порадоваться этим. Ва салаллаху аля Набина Мухаммад. Альхамду лиллахи раббил аламин. Ассалату ассаламу аля ашрафил анбия и вальмурсалин. Набина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин ва баад. Молчание – это соучастие. Молчание – это преступление. И каждый проповедник России, каждый имам и каждый муфтий несут перед Аллахом, Субханаху Ва Та'Аля, ответственность за свою паству. за то, что они молчали, либо за то, что они указывали на это зло и призывали. Я знаю, что не каждый из них поддерживал войну России. Я знаю, что не каждый из них призывал, а более были те, которые отговаривали. Но сегодня время пришло, не молчать, сегодня время пришло говорить каждому и всем. Сегодня время пришло выводить этих мусульман и призывать их выходить на улицы. Или создавать группы и мешать этой мобилизации, и сжигать эти военкоматы. Сегодня мимбары – это места истины. Это не места, когда нужно молчать, нужно тихо жить в своем мире. Не получится. Каждого эта война застигла, и каждого она застигнет, если мы ее не пожелаем сами остановить. Имамы, которые призывают идти на войну, да погубит вас Аллах. Потому что вы сегодня используете эти святыни, мимбары для того, чтобы призывать к тому, чтобы убивали ваших братьев. Как же вы будете читать джаназа тем людям, которые придут, их тела? И как вы будете смотреть их матерям в глаза? Ведь вы призывали к этой войне. На чужой земле, не на своей. И ты видишь, как они призывают, придумывают различные причины, что они воюют с какой-то Америкой, или с каким-то Западом, ау-зи-биллях. Неужели настолько слепы, глухи и тупы стали они? Вы читаете Кур'ан, вы проводите намазы и побуждаете к одобряемому на мимбарах. Знаете, что за это будете спрошены перед Аллахом? Лучше потерять мимбар и потерять имамство, потерять свою должность муфтия, ну, сказать истинно, нежели использовать эти святыни и продавать их за низменную цену. Когда вы слышали и читали слова Аллаха, те, которые продали свою религию за низменную цену, знайте, это вот о них Аллах говорил. И о подобных Аллах говорит. Там немало имамов, немало муфтиев. Много из них благочестивых людей, благочестивых проповедников. И сегодня они начинают говорить. И они не должны останавливаться. Сегодня, к сожалению, у мусульман России в официальных лицах подобных муфтиев нет доверенных людей. Кому бы они могли довериться? Спросить на вставление. Это все те, которые продали свою религию. за чины, за деньги и тому подобное. Что нужно сделать или как нужно опуститься так настолько низко, чтобы своих братьев, которые с тобой молятся, призывать идти умирать и воевать с нами, с мусульманами здесь, на этой земле. Крынусь Аллахом, сайтан обманул. И они повелись этому. Но сегодня еще есть шанс, есть время искупить свой грех. Это говорить истину. Ведь Аллах, субханаху ва та'аля, испытает вас ровно так же, как вы побуждали этих людей умирать. Аллах испытает вас и ваших близких так же, если вы не одумаетесь. Ведь это закон Аллаха, субханаху ва та'аля, на земле. История повторяется и сунна Аллаха в том, что то, к чему ты призываешь, оно и коснется и тебя. Вот те, которые уверовали, делайте дуа за наших братьев, за ваших родственников, которых сегодня забирают из Крыма и отправляют на это мясо. Говорите им, доносите своим родственникам, не молчите, пусть лучше наполнятся тюрьмой. Но если они уже вошли в эти ряды, то пусть они работают на нужную сторону. Не молчите. И, иншалла, победа будет за нами. Я прошу Аллаха, субханаху ва та'аля, даровать нам победы в ближайшее время. Я прошу Аллаха даровать нам победу и обрадоваться ею. Я прошу Аллаха показать нам уничтожение этого врага и радоваться этому поражению. Я прошу Аллаха, субханаху ва та'аля, защитить каждого слабого. Я прошу Аллаха, субханаху ва та'аля, помиловать каждого умершего. Ведь он прощающий, милосердный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok